Наша лекция посвящена сегодня английскому языку, и не только английскому, вообще любому иностранному языку, как лучше изучать язык, какие есть наиболее эффективные способы изучения языка, и всякие связанные с этим вопросы, в частности, как без ошибок писать статьи на иностранном языке. Есть некие алгоритмы, которые позволяют минимизировать количество ошибок. Почему меня попросили прочитать эту лекцию? Потому что лет 25 я занимаюсь переводческой деятельностью, до этого я работал на физтехе, на кафедре общей физики, сейчас опять вернулся. Но вот эти 25 лет, начиная с начала 90-х, я вот так получилось, что занимался, работал переводчиком. И сейчас я являюсь генеральным директором переводческой фирмы, у меня работают прекрасные переводчики. И если я вначале, первые лет 5 занимался устным переводом, потом лет 15 я занимался письменным переводом, но в последнее время мне все больше приходится редактировать чужие переводы. Поэтому я представляю себе, что такое работа устного переводчика, письменного, и что такое работа редактора переводов. В общем, совершенно разные виды деятельности на самом деле. Но думаю, что у меня есть что вам рассказать. Для начала я нарисую два простых рисуночка. Вот здесь, если будет рисовать, видно, да? Да. Или я могу там, значит, это не важно. Вот первый рисунок будет такой. А второй рисунок будет вот такой. Уверен, что вы не знаете, что это такое. Но вот первый рисунок – это на самом деле схематично изображенная логическая схема делового письма на русском языке. А вот этот рисунок – это схематично изображенная логическая схема делового письма на английском языке. Как пишут письма на русском языке? Обычно начинают о том, о сём, издалека, потом, значит, как-то аргументируют, что-то как-то рассуждают. И самое главное – в самом конце. Так принято на русском языке. Главное – в последнем абзаце. Основные выводы. Основное содержание письма. Основной смысл письма. Основная идея. В английском деловом письме – всё наоборот. Самое главное – в самом начале, в самом первой фразе, в самом первом абзаце. А уже потом можно дать какую-то аргументацию, поговорить о том, и всё, мы в конце уже о семье, о детях, о чём мы будем. Как видите, диаметрально противоположные схемы, диаметрально противоположные логики. По этой логике пишут письма не только русские деловые люди, но также ещё и все испаноязычные, во всех испаноязычных странах. А также твурки и многие другие. А вот так пишут англосакс. Тот факт, что письмо деловое на английском языке начинается с самой главной идеи, с самого смысла письма, этот факт на английском языке называется словом front-load. Значит, главное в начале, главное в первой фразе. И первая фраза в английском деловом письме бывает самой большой, самой длинной, самой развернутой, самой сложной. Там много запятых, много перечисленных каких-то аргументов. Это самая первая фраза, она самая длинная. Так принято, они к этому привыкли. И если какой-то английский или американский деловой человек получает письмо вот в такой логике, это вызывает у него полнейшее недоумение. И вот если вы, например, кто-то из вас прекрасно владеет английским, но напишет письмо по русской логике своему английскому партнеру, очень велика вероятность того, что вас поймут неправильно. Я был свидетелем такой ситуации, когда очень хороший, просто первоклассный американский менеджер получил письмо от своего делового партнера русского на английском языке. Письмо написано хорошо, правильно, я его потом прочитал. Но что было? Американский менеджер прочитал первый абзац, на его лице выразилось полное недоумение. Дальше он прочитал второй абзац этого письма и говорит, слушайте, это какой-то сумасшедший пишет, что вообще ерунда какой-то. Я отбросил это письмо в сторону. И мне говорит, ну посмотри, что это вообще, это сумасшедший пишет или нет? Я прочитал письмо и говорю, нет, посмотрите, самое главное в самом конце, надо читать русские письма наоборот, с последнего абзаца начинать. Он посмотрел, прочитал с последнего абзаца и говорит, да, у вас все наоборот, даже письма надо читать в обратную сторону. Вот такая вот ситуация. Значит, помимо языка надо еще знать какие-то элементы традиций, культуры, истории, даже суеверий, верования, я не знаю. То есть надо и знать достаточно много, чтобы успешно общаться с иностранным партнером. Другой пример на эту тему, когда люди прекрасно знают язык, но что-то упускают вне языка. Один первоклассный американский переводчик работал в Москве, мой хороший знакомый и друг. И он решил еще одной переводчице в нашей фирме подарить цветы к дню рождения. Пошел, купил цветы, пришел, подарил. А там оказалось четное число цветков. Ну как-то не то, да? Вот не принято у нас дарить четное, а он не знал об этом. Он не знал, что надо обязательно дарить нечетное число. Вот этого он не знал. Он прекрасно говорил по-русски, почти без акцента. Он прекрасно знает нашу классическую литературу, наше искусство. Он очень любит наш театр, наше кино, вообще Россию любит. Но вот этого он не знал, что надо дарить нечетное число цветков. И попал в просаг. Конечно, все понимают, что он этого просто не знал и ничего плохого не хотел. Но все равно, вот такие вещи возникают, если вы чего-то не знаете, каких-то элементов культуры. таким образом вот помимо языка что-то надо еще знать и достаточно много но сегодня мы будем говорить о языке я просто привел этот пример для того чтобы вы знали что помимо языка еще многое есть это все надо знать ну если говорить о языке то надо сразу сказать что язык это конечно слова и грамматика грамматику надо просто выучить как таблицу умножения другого выхода нет нет никаких средств никаких способов как-то обойти эту трудность грамматику неизбежно надо вот просто заучить и самое интересное что объем информации в грамматике любого языка на самом деле примерно соответствует объему информации в таблице умножения это если брать базовую грамматику основную без каких-то там тонкостей и исключений тонкие мелких правил основная базовая грамматика это такой объем информации как таблица умножения поэтому выучить грамматику несложно если мы когда-то выучили таблицу умножения тут элементарно можно познакомиться с грамматикой на ютюбе в интернете очень много роликов где разъясняются различные элементы грамматики английского языка например временно английский глагол за 10 минут вам прекрасно великолепно все объясняет поэтому я не буду касаться вообще проблем грамматики ее надо знать если вы ее не знаете ошибки будут одна за другой а в интернете действительно на ютюбе очень хороший советую посмотреть там на все грамматические темы есть короткие такие ролики причем их много если вас что-то интересует или вы что-то забыли очень легко можно посмотреть и вспомнить именно что касается грамматики что же касается слов то вот здесь возникает как правило большая проблема грамматика от не проблема эта таблица умножения а вот слова это проблема потому что их много ну говорят у пушкина язык был 20 тысяч слов если это количество дополнить техническими терминами научными терминами из разных областей знания получится более 100 тысяч слов в любом развитом языке типа русского английского более 100 тысяч основных слов а если еще взять комбинации сочетание слов то более миллиона вот здесь возникают большие проблемы вот мы сейчас обсудим давайте нарисуем множество всех слов русского языка вот она конечно здесь конечное число точек это не континуум это нет множество в геометрическом смысле конечное число точек каждая точка это или слово а лучше сказать понятие понятие которое есть в русском мире и понятие отражается либо одним словом либо двумя тремя словами как правило ну и есть множество слов английского языка здесь тоже какие-то дискретные точки множество понятий в английском мире если бы каждому слову русского языка просто так вот соответствовало бы слова в английском языке тогда говорить было бы вообще не о чем задача была бы очень простой выучили соответствие слов и все что вот это русский язык это английский но картины гораздо сложнее и вот я об этом хотел поговорить потому что сложность этой картины сложность этого отображения понятия одного мира на понятие другого мира как раз является источником основным источником ошибок эти ошибки совершает даже грамотные переводчики в чем тут проблема проблема в том что слова в русском языке и в английском языке очень многозначны и одному слову в русском языке соответствует не одно слово в английском а сразу много слов в английском языке множество слов почему потому что слова многозначны пример я сразу я буду приводить короткие примеры на каждое свое утверждение. Я приведу сейчас фразу, пример фразы на русском языке, где одно слово повторяется шесть раз и каждый раз в новом значении. Фраза простая. Во время полета вокруг света со скоростью света наше света из высшего света получило сообщение с того света, что они там сидят без света. Одно слово повторяется шесть раз, каждый раз в новом значении. Конечно, фраза немножко фантазийная, но грамматически абсолютно правильная. Если эту фразу перевести на английский язык, то в английском языке ни одно слово не будет повторяться шесть раз, и даже два раза не будет повторяться. Это в русском языке шесть раз одно и то же слово повторяется, но каждый раз в новом значении, и поэтому в английской фразе будут все разные слова. Вот это пример на такой вот многозначности. бывает другая причина многозначности, когда наше русское слово имеет одно, просто одно значение, но в английском языке этому значению, этому понятию соответствует сразу несколько значений, которых у нас нет, а в английском есть. простой пример слово переводчик. Я писать разучился за 20 лет, все время только на компьютере печатал. Значит, переводчик. Ну, в английском языке целых три слова соответствуют русскому переводчику. Не все знают. во-первых, это интерпретарь. Франслейтер. И кто знает третье слово? Тоже переводчик. интерпретарь, это устный переводчик, это письменный, есть еще у них такое слово. Транскрайбер. Транскрайбер, это тоже переводчик. Что делают эти три переводчика? В русском языке только одно понятие, а у них три понятия соответствуют этому переводчику. Это тоже причина многозначности, но не потому она возникает, что русское слово многозначно, а потому что в английском языке существует три разных понятия, соответствующих нашему переводчику. Это устный переводчик. У него работает область мозга, обрабатывающая звуковую информацию, и область мозга, управляющая речью. Это письменный переводчик. У него работают совершенно другие области мозга. Одна обрабатывает зрительную информацию, из текста, полученная другая, управляет пальцами на клавиатуре. А это третья специальность транскрайба. Это переводчик транскрипт, транскрайбер. Ну как, по-русски ничего не скажешь, иначе не скажешь. Это человек, который вот что делает. Идут переговоры, скажем, российско-американские. Переговоры американская страна записывает, у них обязательно в кармане есть диктофон. Вот эта запись вечером после переговоров передается вот этому транскрайберу. Он всю ночь сидит и делает транскрипцию переговоров. То есть он печатает все, что сказала американская сторона по-английски, потом все, что сказал переводчик, переводя английский на русский, потом все, что ответила русская сторона по-русски, и все, что перевел переводчик с русского на английский. Он все делает полную транскрипцию переговоров, включая то, что говорили переводчики. Он успевает это сделать до раннего утра, в 6 утра его тексты передаются письменному переводчику, который переводит на английский язык все, что там было сказано по-русски И то, что говорила русская сторона, и то, что говорил переводчик, так, чтобы было видно, где переводчик не совсем точно перевел На самом деле устный переводчик не может перевести 100% информации Если он переводит 80%, это хорошо, если 90%, это отлично И всегда что-то ускользает, поэтому делают такую вот транскрипцию И на утро американская делегация получает транскрипт переговоров и может увидеть, как проходили переговоры, кто что сказал и кто что немножко недопонял Им понятно, с чего можно начинать и о чем можно еще поговорить Вот что делает транскрайбер, у него работают совсем другие области мозга, не такие, как у устного переводчика и у писанного Ну какие, вы сами понимаете Это три разных специальности, они не пересекаются, это разные вещи Это понимаете, как мы, скажем, говорим, спортсмен, но спортсмены бывают разные, один пловец, другой футболист Они совершенно разные, это не факт, что футболист умеет плавать, а не факт, что пловец умеет играть в футбол Точно так же и здесь, это совершенно разные специальности, они все переводчики, но они абсолютно разные У них разные навыки, у них работают разные области мозга И они друг друга заменить не могут Я сколько раз видел такую ситуацию, когда устный переводчик не может сделать хороший письменный перевод Ну не получается у него А письменный переводчик абсолютно беспомощный, когда ему приходится переводить что-то узное Потому что это разные специальности Вот еще одна причина, почему одному нашему слову может соответствовать несколько английских слов Это когда у нас одно понятие, а у них этому понятию соответствует какое-то большое количество понятий Вот эта ситуация настолько важна, что я приведу еще один пример Там у нас был пример со словом свет А я приведу пример с каким-нибудь глаголом Когда русское слово чудовищно многозначное И эта многозначность часто становится причиной ошибок Рассмотрим слово Какое-нибудь Сейчас Разводить Простое русское слово Разводить Что можно разводить? Разводить можно растения в горшках По-английски будет to grow To grow plants Разводить можно домашних животных По-английски это будет to breed Разводить можно мужа с женой Устраивать им развод To divorce Разводить можно часовых по постам Разводить часовых по постам Разводить можно краску растворителем To dilute Разводить можно руками To spread one's arms Разводить можно мосты Разводить мосты To raise the bridges И так далее Вот вам, пожалуйста, русские слова Одно слово А сколько у него значений И каждое значение имеет свой перевод на английский Иногда я встречал такую ситуацию Человек встречает какое-то слово Он не знает, как его перевести Открывает русско-английский словарь Смотрит там много слов И он думает, что это все синонимы И выбирает наугад, какое ему понравится Грубая ошибка Источник ошибок Нельзя Эти слова друг друга никак не заменяют Они все имеют разное значение И как узнать, какое из них правильно? Во-первых, значение русского слова Мы узнаем только из контекста Если контекста нет, просто разводить и все Как переводится разводить на английский? Никак У них нет такого слова Нет в английском языке слова Которое полностью соответствует Всем значениям слова разводить Понять смысл этого слова Можно только из контекста Уместно сказать, что такое контекст Контекст это не просто слова Которые окружают данное слово Это было бы очень просто Контекст включает в себя Следующее понятие Во-первых, кто написал данный текст Во-вторых, для кого этот текст написан В-третьих, когда этот текст был написан И в-четвертых, по какому поводу он был написан Вот это все определяет контекст И каждый из этих пунктов Может определить или изменить значение слова Если мы знаем контекст, то мы можем перевести Если мы контекст не знаем Точный перевод дать невозможно И вот если вы знаете контекст, то вы знаете Какой смысл этого слова И тогда вы можете выбрать то, что вам кажется подходящим Выбрали А чтобы не ошибиться Надо обязательно сделать обратный перевод То есть кликнуть по этому слову Кликнуть по нему, чтобы появился обратный перевод Лучше всего кликать на сайте Multitran.ru Прекрасный сайт Multitran.ru Там есть замечательный англо-русский, русско-английский словарь Также есть немецкий, русский, французский, русский, итальянский, русский Там масса словарей, дюжины словарей Несколько десятков словарей И все они очень хорошие Ну, конечно, есть у Multitran и недостатки Потому что это не столько словарь, сколько форум для переводчиков всего мира И там иногда вместо словарной статьи Вы можете увидеть обсуждение о том, как правильно переводить это слово Кто-то начинает друг с другом спорить прямо там Прямо в словаре Но это не мешает Наоборот, иногда помогает Вот очень хороший ресурс в интернете Вы туда заходите, вы все можете быстро перевести Ввели слово разводить, получили всякую кучу 20, там будет 20 разных вариантов Какой из них выбрать, выбирайте, какой вам нравится И кликайте по этому слову и смотрите обратный перевод Если обратный перевод вас устраивает, тогда все в порядке Если вы попали в смысл, тогда все хорошо Вот такая обстоит, вот такая петрушка с многозначностью слов Если человек забывает о многозначности слов, он неизбежно впадает в ошибку Он вместо нужного слова из этого списка выберет какое-то другое И все Это получится искажение смысла Один раз я вот сейчас вспомнил такую характерную ошибку Очень грамотная переводчица Ее попросили сделать перевод с сайта одной технической компании Компания производит приборы для металлургии И она перевела, мне дали прочитать ее перевод Проверить какие там ошибки Ошибки были Ошибка одна как раз связана с тем, что она не сделала обратный перевод В том случае, когда слово было многозначным Слово было такое, металлопрокат Она не знала, как будет металлопрокат Посмотрела в словаре и нашла вариант Она нашла, что прокат это будет хая И получилось Металл хая Ну что такое хая? Если бы она сделала обратный перевод, она бы увидела, что это означает взятие на прокат Взять на прокат можно велосипед, взять на прокат можно коньки Покататься и сдать обратно, заплатить деньги Но брать на прокат металл это просто бред И вот у нее такой бред получился, потому что она забыла сделать обратный перевод И посмотреть, а что же означает то слово, которое она выбрала Вот что получается, когда люди забывают о многозначности слов Правильное будет какое слово? Металлопрокат Правильное будет какое? Металл, ролл Потому что ролл там прокат не стал Там стан, там такие валики, по которым катится металлический слэп Находящийся при температуре красного коленя И там его прокатывают Вот получается, значит, металл ролл Правильный перевод, но никак не металл хай Такая же картина, когда вы переводите из английского на русский Каждому английскому слову соответствует на самом деле не одно русское слово А множество Множество разных слов Примеров огромное количество Если вы зайдете в мультитрант, вводите любое английское слово И получаете перевод этого слова на русский И там будет много разных русских слов В переводе всегда Это правило, это не исключение из правил И это все не синонимы Это разные значения английского слова Ну, короткий пример Возьмем слово translation Как будто это перевод Но если в сочетании translation motion Это уже поступательное движение Уже другое значение слова И так вот все слова абсолютно Они всегда имеют много значений Таким образом, отображение всех понятий русского языка на английский И обратно Это сложная функция Сложное отображение Не взаимно однозначное Но ситуация еще сложнее Есть такие понятия в русском языке Которые вообще не имеют никаких аналогов в английском И есть такие понятия в английском языке Которые не имеют никаких аналогов в русском Просто потому, что в нашей жизни есть вот такое понятие А в английской жизни нет У них там в тех странах нет этого вообще Пример Коммунальная квартира Если вы попытаетесь перевести коммунальную квартиру как communal flat Это будет грубая ошибка Вас просто не поймут Потому что слово communal относится к комьюнити К местному сообществу Это кооперативная квартира Так вас поймут сразу Что это кооперативная квартира Но никак не коммунальная Чтобы перевести слово коммунальная квартира Надо объяснить подробно Что в этой квартире живут несколько семей И каждая семья в своей комнате А у них общая кухня В общем, все надо подробно объяснить Тогда поймут Иначе нет Потому что у них этого понятия вообще нет в жизни Другой пример Скажем, шесть соток Шесть соток Мы прекрасно понимаем, что это Но в английском мире нет В англоязычном мире этого вообще Что это шесть соток У них такого понятия нет Им надо подробно объяснять Что это участок земли Которые когда-то давали От производства работникам И так далее Все надо объяснить, всю историю Это полстраницы текста Только тогда поймут Что такое шесть соток Что с этим связано для наших людей То же самое в английском языке Есть такие понятия Которые нет вообще никакого соответствия В русском языке И перевести эти английские слова Можно только развернутой фразой Или несколькими фразами Ну, как всегда, пример Возьмем слово Ганешмент Вообще это украшение Или это украшение к одежде Или это елочное украшение Или это добавка ко второму блюду Подливка Или какой-то зеленый листик Который там добавили вам ко второму блюду Это ганешмент Но у этого слова есть юридическое значение Юридическое значение такое Ганешмент Это Процедура Наложения ареста На имущество должника Находящееся в ведении третьих лиц Короче не скажешь Все Это перевод слова ганешмент Наложение ареста Процедура наложения ареста Скажем, я взял кредит в банке Приходит время отдавать Отдавать нечему Я знаю, что придут Описывают мое имущество Я все свое имущество раздаю Кому-то там Друзьям Знакомым Родственникам Квартиру переписываю Машину переписываю Все, у меня ничего нет Ко мне приходят Описывать имущество У меня ничего нет Тогда начинается процедура ганешмент Ее инициирует суд Тогда поднимает историю Что у меня было Какое имущество И куда оно делось И туда, куда оно делось Оно теперь находится в ведении третьих лиц У них наложат арест на это имущество Это целая судебная процедура У нас нет такого понятия Нет такого слова И таких слов очень много Когда у нас есть какое-то понятие Особенно исторические понятия Особенно связанные там С советским периодом У нас есть в жизни эти понятия были У них этого вообще нет И перевести невозможно То есть для того, чтобы перевести Надо несколько фраз сказать То же самое у них Такие понятия есть Которые можно перевести на русский Только большим длинным текстом Разъясняя, что это такое Ну вот видите, какая картина Соответствие русскоязычных понятий И англоязычных На самом деле все еще сложнее Почему? Потому что вся эта картина Не является стационарной Она не стабильна во времени Она постоянно меняется Каждый год в каждом языке Появляются сотни новых слов И в русском, и в английском Какие-то значения Старые значения отмирают У каких-то слов Вот какое-то отмирает Зато появляется какое-то новое значение Это идет постоянный процесс Язык постоянно меняется Есть слова, которые поменяли свое значение Раз пять за последние сто лет Есть такие слова В русском языке и в английском языке Очень часто меняют свое значение Я приведу один пример Один, как всегда, пример Хотя примеров тысячи Слово вертушка В конце 19 века означало флюгер То есть петушок на крыше Который поворачивается по ветру И показывает, куда дует ветер В начале 20 века появился телефон Телефон стали называть вертушкой Потому что первый телефон Это был такой ящик Рядом ручка сбоку И надо было покрутить ручку Потом снять трубку И сказать, девушка, соедините меня Вот с таким-то номером Телефоны стали называть вертушкой И стали говорить Я позвонил по вертушке Это в начале 20 века Прошло еще лет 20 Появились патефоны И патефон тоже так был устроен Что сбоку ручка Которую надо было покрутить Там пружину закрутить И тогда все начнет крутиться Пластинка крутится И звук слышен Патефон стали называть вертушкой Потом патефоны ушли в прошлое Появились магнитофоны И это слово стало иметь другое значение В 50-е, 60-е годы Вертушкой называли Легкомысленную, непослушную девчонку Школьницу, которая вертится на уроках Потом началась война в Афганистане В 80-е годы Вертушкой стали называть вертолеты Все, вертушка это вертолет Как видите, одно слово Менее чем за 100 лет Раз пять поменяло свое значение Поэтому вся вот эта картина Она во времени меняется Слова меняют свои значения Появляются новые значения Старый отмирает Если вы сейчас возьмете Какой-нибудь текст указа Петра I Вы там половину не поймете Прошло каких-то 300 лет Язык изменился до неузнаваемости Русский язык Там какие-то слова, какие-то обороты Там и грамматика другая Все по-другому Все меняется Поэтому вот такая картина Благостная, которую я здесь нарисовал Она на самом деле еще сложнее Потому что все это течет Меняется во времени довольно быстро Как же в этих условиях учить язык? Как можно? Если вы хотите выучить 10 тысяч слов Каждому слову придется искать 5-6 соответствий Это уже 50-60 тысяч надо выучить И в обратную сторону то же самое Каждому слову множество соответствий Получается, что надо выучить Где-то порядка 100 тысяч соответствий Чтобы знать хоть немножко Как-то там приличный язык Это нереальная задача Нереальная За ограниченный период времени Выучить вот столько Нереально За 5 лет, скажем Нереально Вместе с тем Мы прекрасно знаем Что маленькие дети Очень быстро и хорошо учат свой родной язык Маленькие дети Начинают изучать язык свой родной Где-то в 2 года Кто-то чуть раньше Кто-то чуть позже Проходит 3-4 года Они уже говорят свободно Их уже не остановишь Они уже болтают Болтают Их не остановишь Как так получается Что маленькие дети Быстро и очень эффективно изучают свой язык Потом они становятся взрослыми И они уже не могут выучить иностранный язык У них уже 20 лет учат Никак не могут заговорить Как так получается? Окружение Окружение То есть Среда У маленьких детей Мозг любого мозга Они гораздо больше нейронов Чем у нас Но Гораздо стопейка Кудра Может быть Да Может быть И нет Но есть одна Очень глубокая причина У маленьких детей Нет Иного Способа Изучать язык Кроме Как Через Картинки Ему показывают Картинку С верблюдом И говорят Это верблюд Он запоминает Показывают картинку Где нарисован слон Говорят Это слон Он запоминает Потом он приходит в зоопарк И у него в памяти Есть образ Этого верблюда И когда он его видит Он сразу говорит Папа это верблюд Он держит в памяти образ У маленьких детей У взрослых Тоже есть образное мышление Мы можем вспомнить Какие-то образы Вызвать какие-то зрительные И не только зрительные Ощущения Мы можем вспомнить Скажем Звуки Как звучит скрипка Как звучит рояль Мы можем вспомнить Вот этот язык образов На самом деле Это то Что используют Маленькие дети Чтобы запоминать слова И учить свой язык Они учат Они никогда ведь не учат Соответствие Своего языка И какому-то еще слову Они не знают Ни одного языка Как можно Учить Скажем Какое-то новое слово И запоминать Его соответствие Русскому слову Если маленький ребенок Не знает Ни этого языка Ни этого Он как поступает Он слышит новое слово Ему показывают картинку Или показывают наяву Что это такое И он запоминает Соответствие слова И картинки И зрительного образа Вот как поступают Маленькие дети И оказывается Этот метод Работает Гораздо быстрее И эффективнее Чем запоминать Соответствие слов В двух разных языках Взрослые забывают Что у них есть этот язык Это называется Мета-язык Мета-язык Понятие мета-языка Впервые вел Давид Гильберт Для того Чтобы с помощью мета-языка Описывать все другие языки Потом Впоследствии Мета-языком Стали называть Разные вещи Ну вот сейчас вот Пришли к такому мнению Одно из значений этого слова Это слово Также имеет много значений В математике это одно В программировании это другое А вот просто в жизни Это мета-язык Это язык образов Язык картинок Это те ощущения Те зрительные образы Которые мы можем вызвать В памяти можем вызвать Очень многое Каждый может вспомнить Как выглядит его дом Его школа Его комната В которой он живет Его родственники Вызвать значит Изображение Представит себе Этот зрительный образ Вот из этих зрительных образов Состоит мета-язык В мета-язык Также входят Образы звуковые Образы Вкусовые Мы можем вспомнить Как ощущается Соль Или сахар Образы тактильные Мы можем вспомнить Что вода мокрая А огонь горячий Мы это можем вспомнить Это все входит в мета-язык Это язык Ощущения Язык Образов Самых разнообразных Так вот Маленькие дети Учат язык Через картинки То есть фактически Используя мета-язык И были поставлены Множество разных Экспериментов Когда взрослых Заставляли учить Иностранный язык Через картинки Через мета-язык И оказалось Что это Эффективнейший способ Изучения Иностранных языков Ну вот если вы заметили Я начал эту лекцию читать По логике Русского делового письма То есть я начал Издалека А вот сейчас Мы уже подходим Ближе-ближе к истине К окончательным выводам Я сейчас Сформулирую Несколько важных Свойств Мета-языка А потом Еще мы поговорим Об этом Поскольку Это чрезвычайно Важное понятие Итак Какие у мета-языка Свойства Первое Мета-язык Не зависит от слов От обычного Человеческого языка Чтобы это понять Это доказать Можно очень легко Каждый из вас Может вспомнить Лицо Знакомого человека Друга Или родственника Просто вспомнить Это вы можете Сделать быстро Это вы общаетесь Как бы сам С собой На мета-языке Но при этом Вы не думаете Словами Что вот этот человек Имеет Темные волосы Карие глаза Прямой нос Узкие губы И так далее Вы не даете Никакого словесного портрета Вы просто Вспоминаете лицо И это достаточно На мета-языке Вспоминайте картинку Образ зрительный И при этом Можно не произносить Никаких слов Как правило Мы и не произносим Про себя Таким образом Мета-язык Не зависит От слов От обычного Человеческого языка Он существует Как бы параллельно Независимо от него Это первое свойство Мета-языка Второе свойство Мета-язык один и тот же Для всех людей на земле Независимо от национальности От того На каком языке Он говорит Какой религии И так далее Почему Потому что Мета-язык Это отражение Внешнего мира А внешний мир Примерно один для всех Мы живем Все на одной земле У нас у всех Над головой Голубое небо Белые облака На земле лежат тяжелые камни Для всех Шипы розы острые Для всех Поэтому мета-язык Для всех людей один Есть небольшие различия Зависящие от географического Места жительства Скажем У чукчи В мета-языке Большую роль Будет занимать Снег Лед Олени Белые медведи А у индусов В мета-языке Этого нет У них наоборот Там пальмы Обезьянки Ну все свое Но это на самом деле Какой-то процент Всех понятий мета-языка На 99% Мета-язык один Для всех людей Третье свойство Мета-языка Это очень мощный язык Он Гораздо мощнее Человеческого языка Слов Разве можно словами Описать Мадонну Леонардо да Винчи Нельзя А увидеть ее можно И вспомнить можно Как она выглядит Вспомнить можно Можно вызвать этот образ Зрительный А словами Попробуйте описать А словами Можно описать Такату Ре Минор Баха Вот словами Нет А вспомнить можно Эту музыку Мета-язык Гораздо мощнее Языка человеческого Он позволяет Невообразимо Больше передать Информации За короткое время Вообще передать То, что словами Передать невозможно Это третье свойство Мета-языка Мощность Четвертое свойство Быстродействие Мозг, работая В режиме мета-языка Имеет быстродействие Намного порядков Больше, чем Быстродействие Мозга, работающего На словах На языке слов Доказательства Представьте себе Что перед вами Стоит вот здесь 30 человек Незнакомых И один из них Только ваш знакомый Хорошо знакомый человек Спрашивается Как быстро вы узнаете Что здесь есть Знакомый ваш человек Из 30 Очень быстро Посмотрели и узнали Доли секунды Вы сразу выхватите А, вот Вот мой знакомый Сразу видно Теперь попробуйте Эту же задачу Решить на словах То есть каждому Вот вам дают Словесное описание Портрета Каждого человека Каждого из 30 Словесный портрет Занимает примерно Страницу текста Там описано все Какие глаза Какие брови Какой овал лица На словах описано Попробуйте Прочитать 30 словесных портретов И выбрать Из этого словесного портрета Из 30 Кого-то Вашего знакомого Кого вы может быть знаете Это немыслимая задача Во-первых на эту задачу Уйдет час Пока вы будете Все это читать Эти 30 страниц текста Потом вы Почти наверняка Ошибетесь Вы не заметите Там своего знакомого Или наоборот Какой-то незнакомый Покажется Что это ваш знакомый То есть решить задачу С большой долей Вероятности Ошибки Можно Но точно решить нельзя Почти всегда Будут люди ошибаться И на это уходит Очень много времени На словах Прочитать Описание Ужас Целый час уйдет А просто так Посмотреть и увидеть Это доли секунды То есть Когда человек Обрабатывает Мозг Обрабатывает Картинки Обрабатывает Зрительный образ Это происходит На порядке Быстрее На 3-4 порядка Быстрее Пятое свойство Мета-языка На нем Можно думать На мета-языке Можно думать Ничуть не хуже Чем на словах То что вы думаете На мета-языке Каждый думает Это ясно Из того Что вы можете Вспомнить То что с вами Происходило И вспомнить Не на словах А образами Представить себе Что было То же самое Происходит Во сне С человеком Во сне Вы Общаетесь С собой На мета-языке Вы вспоминаете Какие-то перед вами Проходят образы Это мета-язык На мета-языке Можно думать Можно спланировать Весь завтрашний день Представляя себе Просто картинки Образы Как в мультипликационном фильме Вы можете Представить себе Что вот С утра я пошел В столовую Потом побежал На лекции Потом на электричку Поехал в Москву Зашел в магазин Потом знакомым Вот все это Можно спланировать Не произнося Ни единого слова А только Прокручивая Вот эти картинки Мысленным взором Работая на уровне Мета-языка Перебирая картинки Образы в голове Ни единого слова Можно не произносить На мета-языке Можно думать На мета-языке Думают Все Художники Когда Хотят нарисовать Картину Потому что Художник Сначала представляет Себе эту картину Сначала Мысленно Передвигает предметы Думает Как лучше их расположить Как должно быть Какое освещение Какие краски Он все это Вынашивает в себе Этот процесс творческий Это может длиться Много дней Месяцев Пока он Придумает Картину Вот он придумал Потом начинает делать Какие-то наброски Карандашной Либо кистью На мета-языке Также точно Работают скульпторы Каждый скульптор Сначала Вообразит себе Скульптуру Придумает ее А потом уже Начинает ваять Сначала на мета-языке Обрабатывает На мета-языке Работают И композиторы Они сначала Внутренним слухом Придумывают мелодию Они ее Внутри себя Слышат А только потом Когда она им понравится Они понимают Что да Вот это то Что надо Ухватил Только после этого Начинают Играть Или записывать Эту мелодию На мета-языке Практически все Все искусство Она опирается На мета-язык Писатели Писатели Работают на мета-языке А сначала Писатель Представляет Ту картину Которую он Хочет описать Он сначала Мысленно ее Представляет Этот образ Красочный А потом Начинает Описывать Когда он Представит Лица Всех Героев Когда он Представит Голоса Героев Их характер Только после Этого И начинает Писать Таким образом На мета-язык Опирается Все искусство Это язык Искусство Люди искусства думают на мета-языке И даже если не отдают себе в этом отчет Многие этим занимаются Не зная даже названия, что это мета-язык И не отдавая себе отчет, что они думают на этом языке Но они реально думают Процесс творчества весь основан на мета-языке И вот это важнейшее свойство мета-языка На нем можно думать На нем думали выдающиеся физики Я приведу два примера Лев Ландау Он однажды рассказывал своим ученикам Как он устно решает задачи Он говорил, я представляю себе черную доску На которой возникают формулы Как будто кто-то их пишет мелом Но они возникают гораздо быстрее, чем человек способен написать Формула возникает, он видит ее мысленным взором Потом возникает другая формула, если надо И он может в уме, глядя на доску Решать какие-то уравнения Выражать какие-то величины из одной формулы Подставлять в другую Все перед ним происходит, как будто на доске кто-то это пишет Он видит это картинками, видит зрительным образом И таким образом устно решает задачи Он просто видит формулы Эйнштейн говорил об этом же, но совсем в другом ключе Он говорил, что любое физическое явление Он сначала постигает интуитивно, на пальцах Буквально каким-то мышечным усилием он постигает Что там произойдет И только после того, как он вникнет в сущность явления Только после того, как он понимает его на интуитивном уровне Он начинает его описывать словами, а потом и формулами Таков был путь Эйнштейна Он тоже думал на мета-языке Но по-другому, не так, как Ландал Ландал просто сразу представлял формулы, написанные на доске А Эйнштейн представлял себе само физическое явление И еще один физик, не помню его фамилию Он лично мне говорил, что он, когда, скажем, решает какую-то задачу Например, столкновение двух шаров Он себя представляет в виде этого шара И сам как бы чувствует, что вот он сталкивается И тогда ему очевидно становится, как там какие все процессы протекают Вот такое проникновение во внутрь физического явления Это тоже мета-язык Это не язык слов Это мета-язык Таким образом, на мета-языке можно думать Мета-язык это основа искусства Мета-язык можно использовать и реально использовать в науке А мы с вами начали с того, что на мета-языке Дети маленькие изучают свой родной язык И оказывается, что мета-язык Использование мета-языка Это самый эффективный способ переводческой деятельности И самый эффективный способ изучения иностранных языков Не только детьми, но и взрослыми Как происходит изучение иностранного языка с помощью мета-языка? Вам надо выучить новое английское слово Ни в коем случае не надо это слово сопоставлять с каким-то русским словом Тем более, что их тут множество Нельзя Это неэффективный метод Гораздо эффективнее с этим английским словом Сопоставить картинку Зрительный образ, соответствующий этому слову Если слово house, надо представить себе дом Если слово elephant, надо представить себе слона И вот то, что вы себе представляете, вот эту картинку Её надо связывать с английским словом Не думая вообще про русский язык Забывая, что есть русские слова Картинку связывать с английским словом, но никак не русское слово При этом, оказывается, английские слова запоминаются Тем лучше и тем быстрее Чем красочнее эта картинка, которую вы придумали Которую вы связываете с английским словом Чем красочнее, чем она необычнее, чем картинка гротескнее Тем лучше, глубже, надёжнее запоминается английское слово И для каждого английского слова надо придумывать Какой-то зрительный образ, какую-то необычную, красочную картинку Тогда запоминание идёт очень быстро И если теперь, когда вы учили английский язык Или любой иностранный язык таким способом Через мета-язык Если теперь вы читаете английскую фразу Или фразу на иностранном языке С каждым словом в этом предложении связана какая-то картинка И когда вы читаете фразу Все эти картинки выстраиваются в некую логичную последовательность И вы сразу понимаете смысл сказанного Не надо переводить на русский Вообще не надо думать о том, что есть русский язык Этот способ позволяет сразу понять на иностранном языке То, что там написано Без какого-либо перевода Потому что картинки, связанные с каждым словом Выстраиваются в логичную структуру Грамотные переводчики работают через мета-язык Мета-язык лежит где-то вот здесь Над всеми языками Вот здесь вот он мета-язык Если переводчику надо перевести фразу с английского на русский Он сначала понимает сущность этой фразы Ее смысл на мета-языке На языке картинок А потом то, что он понял на мета-языке Формулирует на русском При этом не надо напрямую переводить слова с английского на русский Надо работать через мета-язык, через картинки И тогда понять английскую фразу можно сразу Без какого-либо перевода Да просто у вас сразу формируется смысл этой фразы В картинках, в образах Не обязательно в зрительных Там могут быть и звуковые образы И тактивные, и какие угодно А сейчас я немножко поразвлекаюсь И докажу, что в этом зале едва ли присутствует человек Который знает элементарную арифметику Готовы? Теорема шуточная Мало кто в этом зале знает элементарную арифметику Доказательства Числительные Один, два, три, четыре, пять и так далее По-японски звучат так И чини сан йон го року стихти кюджи По-японски Еще раз И чини сан йон го року стихти кюджи Сколько будет року плюс сан? Сколько будет го минус ни? Никто не знает Вы не знаете элементарной арифметики На самом деле тот эксперимент, который я сейчас провел с вами Это очень важное наблюдение Оно доказывает, что любая наука Начиная с элементарной арифметики и дальше На самом деле опирается на лингвистику В любой науке лингвистика занимает центральное место 90% всего, что есть в любой дисциплине Это лингвистика Это новые термины Это смысл этих терминов И связь между терминами Три вещи В любой теоретической дисциплине Новый термин здесь, например, року Надо запомнить року Смысл этого термина Смысл в том, что это 6 Связь этого термина с другими понятиями Например, то, что 6 это 5 плюс 1 Вот она связь В элементарной арифметике это все очевидно Но то же самое происходит в любой теоретической дисциплине Которые вы изучаете Математика, физика, биология, информатика Везде есть новые термины Их надо запомнить Надо понять смысл этих терминов И надо уяснить связь, взаимосвязь этих понятий, этих терминов Новые термины, новые слова И когда вы изучаете новую дисциплину Вы должны выучить эти новые слова, эти новые термины И понять их смысл А это процесс тот же самый, что при изучении иностранных языков Изучая иностранный язык, вы должны выучить новые слова Понять их смысл То же самое при изучении любой науки Выучить новые термины Понять их смысл Таким образом, мозг человека Исучающего какую-то науку Делает ту же самую работу Как если бы этот человек изучал иностранный язык Одно и то же Новые слова выучить Понять смысл Только смысл разный В химии, в биологии, в информатике Смысл разный Но сущность работы мозга одна и та же Надо выучить новые слова И понять их смысл И вот получается так, что если вы знаете эффективный метод изучения иностранного языка Например, вот изучать через мета язык Поскольку мозг делает ту же самую работу при изучении любой науки То оказывается, что использование мета языка чрезвычайно полезно при изучении любой дисциплины Любой науки Потому что способы познания новых терминов Способы осознания смысла этих терминов Такие же, как при изучении иностранного языка И если иностранный язык лучше всего, эффективнее всего Изучается через картинки, через мета язык То и любая наука там тоже вот через картинки Через мета язык То есть если студент изучает, скажем, новую для себя какую-то тему Например, волновую оптику Он должен усвоить, что такое поляризация Что такое интерференция И с каждым этим термином надо связать зрительный образ Яркий, красочный, запоминающийся Чтобы понять сущность этих терминов Обязательно, оказывается, надо с новыми терминами связывать зрительные образы Потому что это самый эффективный способ изучения нового, вообще нового всего Через картинки Потому что мозг так устроен, что он обрабатывает картинки на 3-4 порядка эффективнее, чем обычные слова Так устроен мозг Почему, я не знаю Наверное, за миллионы лет эволюции Все время, еще когда мы были животными Мы, значит, обрабатывали картинки Мы смотрели и видели Ага, вот этого надо бояться, это страшно Это надо убегать А вот это еда, это можно поесть Это мгновенно обрабатывается И мгновенно понимается А слова, язык человеческий Это существует не так давно Письменный язык, ну, порядка тысячи лет У некоторых народов вообще недавно появился письменный язык Ну, где-то там у кого-то Кому-то повезло, 2-3 тысячи лет назад появился Но на самом деле это в эволюционном плане совсем недавно Поэтому мозг в 10 тысяч раз медленнее обрабатывает слова По сравнению с картинками Картинки мы обрабатываем гораздо быстрее Вот почему эффективнее и быстрее изучать иностранный язык через картинки И то же самое относится к любой науке, не только к иностранному языку Потому что любая наука это изучение терминов И проникновение в их смысл, в сущность Все это надо делать через картинки, через мета-язык В конце я хотел все-таки рассказать вам, как писать научные статьи по-английски Вот после того, как вы узнали, как надо изучать язык английский Через картинки Предположим, что вы его уже изучили Знаете хорошо И теперь, значит, вам надо написать статью по-английски Что делать? Первое Не пишите статьи по-английски Первое Пишите по-русски Потому что если вы работаете с английским не так давно И попытаетесь перевести свою статью на английский Неизбежны тяжкие ошибки, которые вы даже не заметите Для того, чтобы писать статьи по-английски Надо, чтобы у вас был опыт, как минимум, там 4-5 лет Плотного ежедневного общения с английским языком Активного общения Читать надо каждый день Книги, журналы, газеты Слушать что-то в интернете Смотреть фильмы на английском Постоянно Постоянно, да, не прерываясь Если вы эту работу ведете лет 5 Да, тогда можно написать Если не было такого у вас опыта Не надо писать, не надо переводить свои статьи на английский Напишите по-русски и дайте перевести опытному переводчику Потому что каждое дело должен делать специалист Операцию должен делать хирург, а не кто иной Дом должен строить каменщик, строитель, а не кто иной Иначе он развалится И переводить должен опытный человек Иначе это будет не то, не сё Но если вы всё-таки знаете английский хорошо И хотите сами перевести Тогда что делать? Тогда всё равно надо написать по-русски И отшлифовать этот текст до конца Отработать все формулировки Все выводы Чтобы статья имела законченный вид Ни в коем случае нельзя переводить на английский Незаконченную статью Это пустая, глупая трата времени Некоторые думают, что вот сейчас переведу Потом окончательный вариант будет удобнее переводить Проще Нет, никогда так не бывает Всё равно переводи Перевод это большой труд Только окончательный вариант статьи можно переводить И перед этим обязательно дайте статью почитать своим коллегам Чтобы они посмотрели незамыленным взглядом Подсказали вам, где какие там есть недостатки Где какие шероховатости То есть статью надо отшлифовать до предела И только после этого переводить на английский И вот если вы решили переводить свою статью на английский Что надо сделать? Первое, ну тут уже второе Надо на эту тему почитать английские статьи Если вы решили написать статью про митохондрии Откройте статью про митохондрии в Википедии На английском языке И прочитайте Посмотрите все ссылки, какие там есть И прочитайте смежные статьи на ту же тему Поищите в интернете другие статьи Не обязательно в Википедии На эту же тему На сайте архив.орг Масса статей, полмиллиона статей Посмотрите, почитайте на свою тему статьи Вчитайтесь в эту свою тему Это надо делать несколько дней Три, четыре, пять дней Надо читать с утра до вечера Статьи на английском языке на свою тему Зачем? Чтобы увидеть, какие там термины Какие обороты, какие словосочетания В этой области знаний В каждой области свои какие-то штучки Лингвистические, свои словечки Свои обороты Их надо знать Если вы их не знаете, вы будете сразу выглядеть чужим В этой области Поэтому надо вчитаться в английские тексты Потратить неделю, но читать и читать и читать Статьи на свою тему На которую вы пишете свою статью Чтобы читать внимательно Выписывать слова Выписывать словосочетания, выражения Чтобы войти в эту тему на английском языке И вот когда вы вошли в эту тему Значит, я здесь пишу читать Вот когда вы вошли, тогда можно начать переводить Как переводить? Ни в коем случае не применяйте длинных громоздких фраз Помните, что вы не Теодор Драйзер И не Чарльз Диккенс Длинные громоздкие фразы на английском языке Это путь к ошибкам Как правило, большинство ошибок Как раз возникает там, где человек пытается Что-то такое нагромоздить Пишите короткими фразами Короткими, четкими, ясными Писать короткими фразами Коротко Коротко не значит плохо Не значит примитивно Хемингуэй писал очень короткими фразами Прочитайте Хемингуэя Прощай, оружие Farewell to arms Короткими, четкими фразами Напишен весь роман Но гениальный роман Гениальный текст Поэтому коротко Это не значит плохо Короткими предложениями Можно написать очень хороший текст Но зато вы нигде не ошибетесь Короткие фразы ясные, четкие Четвертое Вот перевели вы свою статью Короткими фразами на английский язык Что надо сделать дальше? А дальше надо сделать Обратный перевод с английского на русский Берите свои фразы Свои абзацы Целые абзацы Вклеивайте в Google Translate И увидите перевод на русский Того, что вы там написали Если перевод на русский Соответствует вашим представлениям О том, что должно быть Значит Google Translate понял вас правильно И значит, скорее всего Вы сформулировали все верно Но если где-то вы промахнулись С нужным словом И выбрали не то слово Вы это сразу увидите Google Translate Он, конечно, дает не идеальный перевод Перевод корявый Не точный Но если у вас ошибка в английском тексте Это сразу видно Это сразу видно Поэтому обратный перевод Обратный перевод с английского на русский Обязательно Вклеивайте свой текст Фраза за фразой В Google Translate И смотрите Получилось или нет Попали вы в смысл Или промахнулись Этот метод Позволяет устранить большое количество ошибок Обратный перевод И, наконец, пятое Когда вы все написали Короткими ясными фразами Проверили себя Обратным переводом Казалось бы, все хорошо Обязательно дайте почитать эту статью Опытным товарищем Лучше, конечно, носителем языка Но, если нет такового рядом Можно дать почитать какому-то переводчику Обязательно Потому что все равно возникают какие-то ошибки Которые вы пропустите Неизбежно Вот я редактирую тексты Написанные блистательными переводчиками Но, вы знаете, не ошибается только тот Кто ничего не делает Если переводчик работает Неизбежно возникает ошибка Иногда на уровне опечаток Иногда просто что-то не так Не допонял Иногда что-то вот В среднем Одна ошибка на 2-3 страницы Это у самых лучших переводчиков Одна ошибка на 2-3 страницы Если переводчик рангом похуже То 2-3 ошибки на странице Значит, последний пункт Это дать на вычетку Кому-нибудь На вычетку И тогда уже можно, когда вам поправят какие-то неловкости Какие-то нечеткие места Тогда уже можно думать, что ваша статья примерно соответствует уровню И можно ее отправлять Вот такая вот примерно логика Написания статьи Чтобы минимизировать количество возможных ошибок Но вообще ошибки неизбежны Еще раз повторяю Не ошибается тот, кто ничего не делает Это не страшно Ошибки неизбежны Но с ними надо вот как-то бороться Вот есть способы Как минимизировать число ошибок Ну вот, я рассказал вам примерно То, что хотел рассказать Как выглядит отображение понятия русского языка на английский и обратно Как надо учить английский язык И вообще любой иностранный язык Через картинки С новыми иностранными словами надо связывать не русские слова А какие-то картинки Какие-то мысленные образы И это главное Это значительно повышает эффективность всего процесса И вот картинки – это мета-язык Мета-язык – это великое дело На нем можно думать И великие физики думали на нем А уж люди культуры только на нем и думают Иначе нельзя Процесс творчества невозможен без мета-языка Ну и вот в конце я постарался вам как-то пояснить Какие нужны действия предпринимать Чтобы минимизировать число ошибок в своих научных статьях Вопросы, пожалуйста Как вы предлагаете учить без русского языка глоболы движения? Представлять себе движение Мысленно, в картинках, как в мультфильме Рисовать движущиеся объекты мысленно Хорошо, предположим на английском языке задание Будущий следующий парадоксов Парадоксов не связанных Не связанных Просто слово Я поделюсь Да Я закрываю Угородский язык Беру Вставляю Купи-пастер в Google Картинке Английское слово И у меня глоболы движения непонятно с чем будет афицироваться Я же не знаю, что это за глоболы движения Какой, например? Предположим, я не знаю, что такое run или go Я не знаю, что такое go Да Я смотрю в картинке И у меня это может связаться с человеком Который я поднял ногу, но не видел Как вы проверяете? Может? Значит Вы, конечно, вначале смотрите, что это слово означает по-русски По-русски вы прекрасно понимаете смысл И этот смысл надо выразить на языке картинок Его надо выразить в каком-то зрительном образе То есть надо представить себе какой-то фрагмент мультяшки Где какой-то человечек мультяшный идет Или бежит, или плывет Любой глагол Что-то делает, копает лопатой Эту картинку яркую, красочную Надо придумать этот образ И после этого забыть про русский язык После этого с английским словом Надо связывать именно вот этот красочный образ Созданный вами Вы сами конструируете тот образ Который вы запомните вместе с английским словом И английские слова надо связывать с этим образом В образ могут входить не только картинки Могут входить звуки, запахи Ощущения тактильные, ощущения вкусовые Все что угодно В зависимости от того, какие слова вы учите Слова всякие бывают Слова отображают все Поэтому в мета-язык, в язык образов Входит вся гамма чувств, ощущений На которые способен человек Вот с каждым английским словом Надо ассоциировать такую картинку Которую вы сами создаете для себя И запоминаете картинку вместе со словом Забыв при этом про русский язык То есть русский язык нужен только в самом начале Когда вы узнаете смысл слова И когда вы конструируете картинку Да, тогда нужно знать, что это Смысл-то мы по-русски знаем Только в самом начале смотрите Но как только картинку сформировали Этот образ зрительный Все, про русский язык забываете Теперь уже английское слово Должно быть связано с этой картинкой Человеческий мозг так устроен Что он легко запоминает картинки Тот образ, который вы нарисовали Его легко запомните Человеческое воображение очень сильное Вы можете придумать такие картинки Которым нет никакого соответствия в реальном мире Вы можете представить себе такой процесс Который противоречит физическим законам Вы можете представить себе таких сущностей Которых нет, скажем, русалки Какие-нибудь кентавры Их нет в реальном мире Но вы их можете легко себе представить То есть воображение человека очень сильное Это очень мощный аппарат Если научиться им пользоваться То это очень легко Это весело Вы берете английское слово Конструируете картинку И связываете английское слово С этой картинкой Все Вы запоминаете железно Навсегда На десятилетия Но Вот я забыл сказать И сейчас скажу Есть еще один момент в изучении языка Вот вы сконструировали картинку Вот хорошо К одному слову К второму К пятому К десятому Как долго надо сидеть И конструировать картинки Опыт показывает Что если вы сидите Один день в неделю Занимаетесь 7 часов подряд То эффект будет гораздо хуже Чем если каждый день заниматься по часу Просто так устроен мозг Он устает И перестает эффективно работать Поэтому лучше заниматься каждый день по часу Чем один раз в неделю 7 часов подряд Далее Если вы занимаетесь один день Каждый день по часу Опыт показывает Что гораздо лучше Заниматься 4 раза в день по 15 минут Чем один раз в день по часу Гораздо лучше Более того Еще лучше заниматься 10 раз в день по 5 минут Самый эффективный способ Потому что вы на 5 минут открываете какие-то слова Вспоминаете картинки Все хорошо Закрыли Пошли дальше Но подсознание продолжает работать Что бы вы ни делали В подсознании это где-то там еще крутится И вы используете на самом деле время Всего дня Оно у вас где-то там откладывается Прошел час-два Опять посмотрели в слова Опять вспомнили картинки Пошли дальше Вот самый эффективный метод Это заниматься понемножку Но часто Это самый эффективный метод И ни в коем случае не надо сидеть Вот до упора с утра до вечера целый день Категорически Это в пустую потраченное время Просто в пустую Потому что мозг перестает работать эффективно Уже где-то через час Через полчаса Уже устает Долгое, да Это высиживать, но не надо Это просто вы утомляетесь Нет эффективности А когда вы так открыли на 5 минут Немножко вспомнили И вот повторение мать-учения Конечно здесь работает Надо как можно чаще открывать И вспоминать Все эти картинки Все эти слова Еще одно правило Помимо картинок и слов Надо обязательно Эти слова Складывать в какие-то фразы Обязательно надо еще Придумывать фразы Простейшие Простейшие фразы Не надо сложных Самые простые Я сижу и слушаю лекцию Вот придумали, все хорошо Я иду по улице, вижу дерево Прекрасно Вот придумали Но все время надо придумывать фразы Их про себя проговаривать На иностранном языке Это очень помогает Это повторение И это помогает Срезать слова друг с другом Надо все время Язык Это не отдельные слова Это всегда В какой-то взаимосвязи Поэтому Заниматься надо каждый день Но понемножку По 5 минут Несколько раз в день И кроме того Когда вы куда-то идете Что-то делаете Мимоходом Обязательно составляйте Какие-то простейшие фразы Про то, что вы делаете Про то, что вы видите Простейшие фразы Сложных не надо Этого достаточно Это самый эффективный способ Еще вопрос А вы по такой методике Как на ВАРС-РЯ Или профессионал Можно стать Первоклассным специалистом Переводчиком Можно Если работать много лет Зависит от человека И зависит от того Сколько вы прочтете Ведь на самом деле Запоминание слов Это лишь как бы первый этап Когда вы выучили Какое-то количество слов Уже надо сразу начинать читать тексты По уровню сложности Соответствующие вашему уровню Не надо читать сверхсложных текстов Нет Уровень текстов должен соответствовать И читать надо как развлечение Как будто вы по-русски открыли Что-то веселенькое почитать Вот так примерно по-английски Читать и читать и читать Все, что можно Много лет? Это 5-10 лет? 5 лет минимум Минимум? Нет, вы должны понять Когда вам говорят где-то там Что английский язык В совершенстве за полгода Вранье Язык это огромный труд Это огромное поле Которое надо перепахать И другого выхода нет Вы должны перепахать Сами Это поле Это все Эту всю работу Вы должны проделать Обойти это никак нельзя Эту трудность Речь только о том Как эффективнее это сделать Можно копать лопаткой А можно трактор завести И прокатить по этому полю быстро Вот речь о чем идет Об эффективности Эффективный метод Самый эффективный Это Мета-язык И переводчики всегда переводят Через мета-язык Вот так Грамотные переводчики Есть переводчики Которые об этом ничего не знают И переводят вот так дословно Одно слово английское Переводят в слово русское Такие переводчики Называются дословники Переводчики-дословники Вы знаете Выдающийся советский переводчик Самуил Яковлевич Маршак Написал книгу Посвященную переводчикам-дословникам Он их раскритиковал И разбил в пух и прах На сотнях примеров Как они переводят Получается топорно Некрасиво Нелепо И тем не менее Они вот так вот работают И Маршак в этой книге Обосновал использование мета-языка И доказал, например Что надо использовать В переводе мета-язык Что надо сначала С английского Переводить на мета-язык На язык картинах На язык образов А потом то, что вы представили себе На языке образов Надо сформулировать по-русски Я сейчас приведу вам пример Пример работы переводчика-дословника Я когда прочитал книгу Маршака Я был в восторге Потому что это совпало с моим представлением О языке Полностью Ну вот пример переводчик Вот был хороший переводчик Окончил лимдиас Имени Мариса Тереза Дипломированный переводчик Окончил, значит, факультет Переводческий факультет И он получил заказ На перевод Книжки с английского Детектив какой-то Ну сейчас и полно продается детективов Он получил заказ Он был переводчик-дословник Он перевел дословно этот детектив И этот детектив стал продаваться в магазинах Я зашел в магазин Взял с полки эту книжку Открыл на первой попавшейся странице И прочитал первую попавшуюся фразу Фраза была такая Она запала мне в душу на всю жизнь Фраза была такая Она стояла Со своими руками Скрещенными на груди И со своими глазами Опущенными в землю Это по-русски Сразу возникает вопрос А с чьими еще руками Она должна стоять А с чьими глазами Она должна стоять Опущенными в землю Вот вам пример переводчика-дословника Он дословно скопировал Английскую структуру Английские слова She stood with her hands Crossed on her breast Это чисто английский оборот With her eyes She stood with her eyes With her hands Это чисто английское Но по-русски-то мы так не говорим По-русски-то это нелепо Это коряво Это кощунственно По-русски эту мысль как выразить? Она стояла скрестив руки на груди Ди при частных оборотах В английском нет такого У нас есть Мы должны использовать нашу грамматику Наши средства Русские средства Вот что делают переводчики-дословники Они дословно копируют Структуру английской фразы В русское предложение Получается коряво и нелепо Ни в коем случае Надо английскую фразу Сначала переводить В мета-язык В язык образов и картинок А потом то, что вы увидели На мета-языке Формулировать по-русски Но формулировать грамотно и красиво Вот это правильный подход к переводу Этот подход как раз и обосновал Маршак в своей книге Маршак, выдающийся переводчик Он сделал гениальные переводы Сонетов Шекспира Например Еще вопрос? Да Я перевожу текст Я читаю текст на иностранном языке Мне попадаются незнакомые мне слова Вопрос Как наиболее оптимально С точки зрения пополнения словарного запаса Переводить слово То есть лезть за ним в словарь Сразу же, как только я его вижу Или только в самом конце Когда я прочитаю весь текст Я понял вас Как-то поднять это слово И уже проверять его перевод Я понял вас Это все равно Это по настроению Можно сразу выписывать незнакомые слова И смотреть в словарь Multitrump.ru И формировать картинки Прямо сразу по ходу А можно весь английский текст пробежать Только подчеркивать незнакомые слова И потом вернуться к ним Можно и так Это по настроению Не важно, как вы работаете Главное, чтобы вы работали Главное, чтобы каждый день занимались этим делом А как вы будете там Последовательность сразу Слова смотреть в словаре Или потом Это большой разницы нет Я обычно смотрю потом Потом Сначала я прочитываю текст Почему? Потому что встретилось незнакомое слово Бывает По-русски Масса слов по-русски я встречаю незнакомых Огромное количество слов Которые мы не знаем По-английски тем более Встречаешь незнакомое слово Ну и ладно И идешь дальше А потом вдруг это слово Где-то еще раз встречается И начинаешь понимать его смысл Из контекста Это очень помогает И когда весь текст прочитали Все вроде уже Многие слова и понятные А какие непонятные Можно посмотреть в конце Ну в общем Это по настроению Здесь особых правил нет Еще вопрос Да Я так раз смотрел Фильмы про разведку И столкнулся с такими пленем Как разведчики нелегалов Те люди которые Живут Например В нашей стране Обучатся Такие же пленки Как мы А потом раз На кого-то обращают внимание Берут его Он соглашается И отсылает Но перед тем Как его отсылать Куда жить Как найти в спикер С абсолютным знанием Без языка Неоднократно слышит Такую фразу Мы сначала Ссылаем его в лагерь Который находится На закрытой территории Обучаем его Два года Чистому английскому Чистому языку И только тогда Он идет туда Если он не будет знать Английский язык В совершенстве Как найти в спикер То Сомните права Конечно Это очень серьезный язык Как Без два года Они умудряются Не знаю Я не был в этой ситуации Не знаю Меня никто не привлекал К такой функции Я понятия не имею Как их учат Я знаю Что их учат Как-то особо У них есть Какие-то специальные Компьютерные программы Они как-то по-особому Изучают все это У них свои методы Но мне эти методы Неизвестны Может быть Они тоже очень хорошие Может быть Не знаю То, что я знаю Я вам рассказал Как они там делают Но Поскольку я много общался С американскими переводчиками Которые всю жизнь Занимаются русским И очень любят русский И очень любят нашу культуру Нашу литературу Наше все Россию вообще любят По-настоящему И они все равно Вот чуть что-то не то Где-то он купит Четное число цветков Или где-то он что-то скажет Немножко коряво Вот примеры корявых Примеры корявых выражений Иностранный Американский переводчик Очень хороший Пишет своему Российскому Партнеру Письмо И пишет Поздравляю Там с чем-то С днем рождения Желаю Успехов В работе И здоровья В личной жизни Мы по-русски Так не говорим Здоровья В личной жизни Мы просто говорим Желаем Здоровья Успехов И счастья В личной жизни У нас так принято Мы не говорим Желаю здоровья В личной жизни А он этого не усек И вот он так вот пишет Это сразу вот где-то Мелочь такая Проскакивает Хотя он великолепно Знает русский Но вот это Где-то везде Вот оно проявляется Ну еще пример Он значит Описывает там Какие-то события И пишет Пока все работали Он лежал на диване Спустя рукава Мы так не говорим Тонкость есть в этом Он ее не понял Хотя прекрасно знает русский Вот такие тонкости Они Ну настолько их много И настолько они глубокие Что я не верю Что Скажем Какой-то американец Может у нас в стране Работать как нелегал Под видом русского человека Нет, он обязательно проколется Другое дело Что они могут кого-то Завербовать Уже русского Да, вот так и делают Русского берут И вот Уговаривают Или его ловят на чем-то Потом шантажируют Или платят ему И уже русский на них работает Это да Это да Но чтобы американец Приехал сюда И владел языком Так же, как русский Невероятно Не может быть Обязательно проколется Думаю, что примерно То же самое и с нашими Которые туда уезжают У меня есть такое подозрение Потому что язык Очень тонкая вещь И вот эти тонкости Они с детства Если вы не живете В этой среде Вы их не почувствуете Они с детства Прививаются Так что Мне кажется Что Разведки скорее Нанимают Да, людей Носителей языка Но сами Вот не внедряются Это бессмысленно Еще вопрос Вопрос Профессиональные переводчики Как справляются Проблемы И знания Физических тем О Очень хороший вопрос У переводчиков Есть правило Не брать статьи По той тематике В которой он ничего не понимает Обязательно набортачить Это все знают И поэтому Каждый переводчик На самом деле Специализируется По какой-то тематике Кто-то на художественной литературе Кто-то на статьях На медицинскую тему Кто-то на статьях Технической Сфере То есть Он уже в этой области Как бы немножечко Что-то понимает По крайней мере На уровне терминологии На уровне каких-то оборотов Каких-то понятий Он, конечно, скажем Не физик Да, он не сможет Решить задачу На уровне физтиха Но примерно Он себе это все представляет Потому что Он много лет читает Литературу на эту тему И переводит на эту тему Но взять Чтобы этот переводчик Вот Который Технарик такой Да, чтобы он вдруг Стал переводить статьи на медицин По медицинской тематике Это исключено Он не возьмет Если он хороший переводчик Если он себя уважает Он не возьмет Потому что он знает Что он на портачке Но есть К счастью В каждой сфере Есть переводчики Которые специализируются По каждому направлению Это так Еще, пожалуйста Если методика настолько сильная Почему она не так сильно популярна? Вопрос еще один Если это такая сильная методика Почему она не так популярна? Ну, пока не знаю Я не так сильно встречал Хороший вопрос Не знаю Я знаю одно В институте иностранных языков Имени Мариса Тереза Который сейчас называется Лингвистический университет Почему-то Почему-то Непонятно мне причине Игнорируют мнение Самуила Якова Маршака Его книгу Его критические разборки И продолжают преподавать Прямой дословный способ перевода Продолжают Из института иностранных языков Имени Мариса Тереза Выходят сотни переводчиков Дословников Которые непонятия не имеют О мета-языке И не пользуются вот этим способом Почему я не знаю Почему они там так делают? А касается на школьного Это школа Это школа Вот в Марисе Тереза Вот такая школа Почему-то они следуют вот этому Хотя, скажем, есть инъязы Другие Например Факультет иностранных языков В Белорусском государственном университете Блистательные переводчики Выходят Которые прекрасно владеют Техникой мета-языка Там другой подход Другие преподаватели Другая школа И они по-другому Все это Я встречал таких переводчиков Прекрасно работают Прекрасно И уходят от дословности Вы поймите Дословность это Я сейчас вам приведу Еще один пример Не удержусь Дословность ведет к ошибкам К чудовищным ошибкам Например Возьмем такое В Министерстве юстиции США Есть такое подразделение Называется Драг инфорсмент Эйдженси Переводим дословно Агентство Инфорсмент Насильственное внедрение Или распространение Драг Наркотики Получаем перевод Агентство по Насильственному Распространению Наркотиков Бред Но это дословный перевод Вот почему Дословный перевод Настолько ошибочен Неправильный Нельзя по этому пути идти Что если Посмотреть Чем занимается Это агентство Оно занимается Тем же самым Чем занимается У нас Когда-то Занимались Существовавшие Поэтому Это название Надо переводить Как Агентство По борьбе С незаконным Распространением Наркотиков То есть Незаконным Оборотом Наркотиков Обнон Такое было Обнон Отдел По борьбе С незаконным Оборотом Наркотиков Но заметьте В этой фразе Нет слова Борьба Нету Здесь нет слова Незаконный Оборот Нету Нет этого слова. Но мы вынуждены добавлять эти слова в переводе, чтобы правильно передать смысл. Переводчик должен передать смысл. Это главное. Совершенно неважно, какими словами мы это передадим. Другими словами, но тот же самый смысл. Если мы перевели слова и при этом исказили смысл, грош цена такому переводу. Переводчик должен правильно передать смысл. А уж какими словами, это зависит от обстоятельств. Очень часто один и тот же смысл на разных языках передается совершенно разными словами. Вот примерно этот. Еще простейший пример. Мы говорим глубоко уважаемый Леонид Ильич. А в английском языке говорят highly respected, highly respectable. Значит, мы говорим глубоко уважаемый, а не говорят высоко уважаемый. Это слова почти что антонимы. Глубокие и высокие. Но у них так принято, а у нас так принято. Разными словами выражать, диаметрально разными словами выражать один и тот же смысл. Поэтому нельзя переводить слова, надо переводить смысл. Поэтому нельзя идти на поводу у дословного перевода. Дословный перевод надо понимать как перевод правильный, то есть правильная передача смысла. А правильная передача смысла это ни в коем случае не перевод слова за словом подряд. Ни в коем случае. Категорически не так. Вы рассказываете о своей методологии. У вас есть, как же назвать, ваша agency, где вы это приводите? Я нигде не преподаю эту методологию. Это результат длительной работы. И это еще результат работы в коллективе, в нашей фирме, где я генеральный директор. И в нашей фирме, кстати, есть девиз. Девиз такой. Мы переводим не то, что вы сказали, а то, что вы хотели сказать, но не смогли. И еще один девиз. Мы переводим не то, что вы написали, а то, что вы хотели написать, но не смогли. Почему? Почему у нас такой девиз? Мы это все открыто обсуждали. Все, что я вам рассказывал, это результат, в общем-то, коллективного труда. Это коллективное обсуждение. Мы все пришли к этому выводу. Вот это все. Почему нельзя переводить то, что человек написал? Потому что он мог ошибиться. Он хотел написать что-то другое, но он не смог сформулировать свою мысль. Сплошь и рядом так бывает. Нельзя повторять эти ошибки, которые человек допустил. Он хотел что-то сказать. Мы знаем, мы понимаем, что он хотел сказать, но у него не получилось. Мы должны перефразировать то, что он хотел сказать, чтобы передать ту мысль, которую он хотел передать. А то, что он там где-то, у него опечатка произошла, он же не хотел этого сделать. Нет у нас никаких у меня курсов, где я это не преподаю. Это просто результат длительной работы и обсуждения с коллегами всех этих проблем. Как называется наша компания? Компания называется The Bill Hopkins Translation Company. Бюро переводов имени Билла Хопкинса. Мы себя нигде не рекламируем, ни в интернете, нигде. Мы работаем по контрактам с солидными организациями. У нас пока нет необходимости где-то себя рекламировать. Так, еще вопрос. Ну, спасибо тогда вам за присутствие. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok